Всем привет! Меня зовут Алина и сегодня я снимаю новое видео на моем канале и сегодня я вам дам топ-10 советов чем можно заняться дома, когда скуча либо нечем заняться. Фактически эти будут факты иди не супер такие прям шипа-пупер-супер-пупер, просто супер-пупер и классные и грандиозные, они будут просто те, которыми вы реально можете заняться дома несмотря ни на что и которые реально ваш день будут как-то развивать и то, что вам может реально даже в жизни помочь. Поэтому да, вот вам будут сегодня 10 идей чем можно заняться дома, когда скучно либо нечем заняться. Погнали! 1. Это сделайте дома в генеральную пору, просто приберитесь там в комнате дома, хоть где-то. Просто приберите ваш, например, Сарович, померьте, что вам маленькое, что вам не подходит уже и так далее. приберитесь там на столе, протерите там пыль, переберите ваши вещи там старые, например, сумки, разные там, не знаю, тетради, все что там, косметику, все что вы хотите, просто переберите, приберитесь и вы сами увидите, у вас комната будет немножко освежившая и как-то будет еще и более-менее классный порядок. 2. Это посмотреть какой-нибудь интересный фильм, например, который вас замотивирует или, например, который вам поднимет настроение или, наоборот, что-нибудь такое, типа ужастик, типа мистическое, что-то, то, что вам такой, ну, как нравится, то, что по вашу тематику, комедию, там, все что угодно, то, например, то, что вам просто даст такой толчок, то, что вас будут развивать, также можете на телевизоре, там, посмотрите каких-то блогеров, там, просто какой-нибудь сериал, не знаю, какой-то телевизор, там, все что угодно, просто посмотрите то, то, что вы хотите, то, что вам поднимет настроение или будет развивать и вот так, Потому что чаще всего это нам поднимает настроение и тоже, можно сказать, убивает время, и плюс от этого у нас потом будет много фильмов в уме, которые мы будем, конечно же, знать, и можно также смотреть дальше людям, ну и пересматривать в будущем. Три, это саморазвитие, потому что саморазвитие, мне кажется, это всегда важно, моих, как я понимаю, это слово, это вот, что мы сами развиваем себя, мы, например, учим кинхореографию, придумываем, танцуем, поем, снимаем там ролики, мы блогеры, потом кто-то, например, учится играть там правильно и круче в PlayStation, я в этом нажимаю, я говорю только так. Или, например, кто-то там, у всех разные хобби и все увлекаются разными, кто-то читает книги и развивается тем, что много чтения, запоминает очень много слов, кто-то смотрит фильмы и также запоминает много слов или на других языках и переводит на свой язык, и этим он учит еще больше слов на другом языке. Поэтому, мне кажется, саморазвитие, это всегда важно, и это даже может идти те же самые фильмы, музыку, все что угодно, и это уже толчок, такой хороший толчок, чтобы начать саморазвитие. Четыре, это для тех, например, кто не умеет готовить или кто-то любит готовить, но у него, например, на это очень мало времени, то просто приготовьте что-нибудь там, даже не обязательно там суп или что-то такое, можно сделать все, что же угодно, можно даже что-нибудь сладкое приготовить, например, надо подумать, какую-нибудь там булочку или какие-нибудь там печеньки, разные там торты, маффины, кексы, не знаю, как правильно, все что угодно, короче, можно приготовить как и обычную еду, которую можно есть, как и сладкую, все что угодно на ваш вкус, просто вы пройдете время хорошо, и потом еще и поедите хорошо, почему бы, собственно, и нет. Пятая идея, это сходить, погуляться на улице, как с семьей, так и с друзьями или один, также можно там побегать, просто подышать свежим воздухом, свеже воздух очень для нас полезен, потому что у нас начинает лучше работать мозг, и все равно, когда прогуляешься, все равно как-то приятно просто походить, погулять, даже если вы очень ленивый человек, вы не хотите там идти гулять и так далее, все равно просто скажите, надо, и идите гулять, даже можно пофоткаться на улице, там что-нибудь там поснимать, или просто пофоткать для себя, и получится очень красивая фотография, или любитель тиктока может поснимать тиктоки, поэтому можно даже на улице не просто погулять, а можно даже делать спортом и всем чем угодно, поэтому да, мне кажется, выйти погулять на улицу, это тоже очень хорошая идея. Шесть. Созвонитесь с вашими друзьями, с родственниками, например, если ваши родственники живут в другой стране, в городе, где угодно, то можете с ним конечно звониться и да. Если, например, вы с друзьями, и они живут в вашем городе, и у вас нет карантина на данный момент, и вы можете встречаться, то конечно же вы можете звониться и подавать вашего лучшего друга или подружку выйти погулять, Почему бы, собственно, тоже и нет Также можно просто звониться, пообщаться Узнать что-то новенькое И просто и человек будет приятно, что о нем помнит И тебе будет приятно, что ты провел Хорошего времени и пообщался И мне кажется Это классно, когда ты можешь С кем-то звониться, пообщаться Даже если вы живете на каком-то там Разделе Короче, как Далеко друг от друга Будем так говорить И все равно это классно, когда ты можешь Созвониться и пообщаться С лучшим другом И бабушкой, дедушкой С родственницей, тетей, дядей, с кем угодно Все равно классно Семь это сделать уроки Да, да, как странно это не звучало Сделать уроки тоже Очень хорошая идея, потому что Если вы сделаете в этот день уроки То вам не нужно будет делать это На выходных На следующей неделе, как-то угодно Просто сделайте все заранее И зато потом у вас будет больше свободного времени И вы его можете провести с толком Просто, можно сказать, делаешь уроки в этот день И потом этих уже не будет уж На ближайшие, например, выходные Например, на начальной неделе На следующей неделе То лучше делать сразу же в этот день Чтобы потом было больше свободного времени Если нет уроков, то еще лучше Поэтому, да, вот вам тоже как совет вам от меня Восемь это сделайте перестановку дома Просто там подумайте Например, что вы хотите переставить Или планировку Например, как бы вы лучше оформили ваш комнат Чтобы было больше, например, свободного пространства Или просто переставьте какие-нибудь там вещи И просто посмотрите, подумайте Если вам нравится, можно так писать Если нет, то можно передумать И делать как-то по-другому И сделать новую обстановку в комнате И это, мне кажется, классно Потому что также можно сделать так Чтобы было больше свободного места в комнате И можно еще больше чего-нибудь там в комнате делать Там, спортсмом заниматься и так далее Девять Поставьте цели на ближайший год Чем вы хотите заняться Чего вы хотите добиться И так далее Потому что если вы их запишите То у вас будет цель И просто в конце года Вы можете посмотреть, чего вы добились Чего нет На чем вы на пути И так далее И это всегда круто Потому что если вы ставите себе цель Значит вы Будете стремиться к этому И пытаться ее добиться И это очень классно Потому что вот через это у вас и получится Так, чтобы ваша мечта сбылась И вы достигнете цели И здесь последний факт на сегодня Это займите спортом Спортность всегда хорошо И, наверное, все Надо им заниматься Даже если не охота Просто наберите на ютубе Какую-нибудь там тренировку Разминку Зарядку И просто Один Там пять Выделите пять минут в день И просто займитесь Спортом Не обязательно Что-то там делать Прям сильное Твердое Ну, что-то тяжелое Просто самую обычную зарядку Можно уделить пять минут в день И все равно У вас будет Могу сказать Тело Сильнее То, что вы будете Например У вас будут Хорошо Работать Кости Не будет там болеть На спина И так далее Ну, а это мое видео Подходит к концу Я надеюсь, что вам понравилось Это видео Если вам понравилось То поставьте ваши Самые лучшие пальцы вверх Если вам захотите Вторую часть То пишите в комментарии Я обязательно сниму И мы с вами Увидимся В это воскресенье И поэтому Подпишись на мой канал Потому что здесь Будет еще Очень много Классных Разных Видосов Которые Собственно В тебе зайдут Понравятся И нажми на колокольчик Подпишись на мой инстант Потому что там всегда Походят самые важные Проекты Куда выложить видео Выходят мои Собственные хореографии И очень классные Классные фотографии И подпишись на мой Тикток Потому что там всегда весело И я стала В последнее время там Очень активно Но мы с вами увидимся В это воскресенье Я вас всех Очень сильно Всех люблю Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok